Нечногорский. История у войны новая. Подростковая жестокость, к сожалению, не феномен. Так же, как и мода среди школьников, снимать сцены избиения на видео. Но такие издевательства, пожалуй, впервые. Незадержанная садистка не только не раскаивается в содеянном, но еще и бравирует тем, что пострадавшая девочка не единственная ее жертва. Что стало поводом для жестокой расправы и какое наказание понесут причастные к ней в расследовании нашего корреспондента Александра Карпова, который сумел первым еще до полиции разыскать жертву преступления. После вмешательства нашей программы уголовное дело в отношении садистки Надежды Киселевой, зверски избивавшей и поджигавшей 16-летнюю школьницу, переквалифицировано с относительно мягкой статьи о хулиганстве на куда более серьезную. Ее преступные действия следствием квалифицированы по статье 117 части 2, то есть это истязание заведомо несовершеннолетнего. Лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. 18-летняя девушка оказалась рецидивисткой. Она уже судима за побои, а буквально на днях на нее завели уголовное дело за кражу мобильного телефона. То есть в момент нападения на школьницу она уже была под следствием. Я не решаю проблему по-другому. Только так? Да. То есть ты неоднократно совершал такие действия? Были такие действия? Сбии. Какая разница, были или не были? Заявления нет, значит, не были. Заявления не было бы и в этот раз, если бы Киселева не похвастала жестоким видео в интернете. Солнечногорцы в ужасе стали выяснять, осталось ли в живых жертва. Поиски привели к этим руинам на окраине парка. Мы нашли то самое место, где происходили самые жестокие сцены избиения девушки. Судя по этому граффити с характерной алой буквой Z, именно здесь ее поджигали и волокли по полу за волосы. Повсюду следы борьбы одежда в крови. Местные подростки опознали, избитую к счастью, она оказалась жива. А свои травмы объяснила маме тем, что якобы упала с дерева. Ее обещали убить, если скажет правду. Как я понимаю из информации, как бы, ну так по разговорам, это моя дочь жертва не первая. Мне просто жалко девочек, что будет после нее. Ну подождет и какого-то беспредела, что человека убьют, покалечат. Все началось с пустяковой перепалки в соцсетях. В расправе, кроме Киселевой, участвовали еще двое подростков. Одна из них, 13-летняя школьница, говорит, что жертве предложили выбор. Или изнасилование, или пытки и избиения. Вы снимали это видео? Да, я снимала его. А не смущало то, что это с такой жестокостью и зверством? Я ей говорила, становись, я ей говорила это. Так, а что значит заставила, чем угрожала? Ну, она недавно избила меня. Однако на видео отлично видно, что эта девочка тоже участвует в избиении. Наносит страшные удары ногами по почкам истязаемой. Вот ее же голос за кадром. До 10 считай, я тебе пи***ю сейчас. Третий участник экзекуции, 16-летний парень, знакомый пострадавшей. Он и заманил ее в развалины. Теперь говорит, что ничего не мог сделать. Остановить Надю это тоже тяжело. Она была в психушке два раза. И то есть без ударов ее просто не остановить. А если бы я ее ударил, было бы хуже. А вот он же на видео спокойно наблюдает, как калечит его подругу. Теперь его мама умоляет оставить сына на свободе. Я не оправдываю своего сына, но очень-очень хочу, чтобы простили нашу семью, родители. Наталья, прости, пожалуйста, нас. Уполномоченная по правам ребенка Оксана Пушкина убеждена в том, что главарь подростковой банды Надя Киселева превратилась из подростка с некоторыми отклонениями в воровку, садистку и рецидивистку, виновата равнодушие окружающих. Если в школе видели, что девочка больная, мама говорит, я не могу с ней справиться, почему эти учителя не били тревогу? А девочка в беде, причем с самого маленького возраста. Мы видим сегодня, мы можем рассуждать, как она говорит, как там, понимаешь, все реагировали на то, как она говорит. Но ведь девочка больная. И это очевидно. Однако сами мучители не похожи на раскаивающихся. Ведь съемки жестоких избиений сегодня необычайно популярны среди подростков. На мой взгляд, ну, как минимум половина подобных преступлений, правонарушений совершается именно с расчетом для того, чтобы показать это в социальных сетях. После того, как дело получило широкую огласку, в районной администрации пообещали оказать пострадавшей любую необходимую помощь. И материальную, и медицинскую. Ей предстоит серьезное лечение. Но, несмотря на страшные травмы и в первую очередь психологическую, девочка смогла сдать на отлично выпускной экзамен. Александр Карпов, Олег Иванов, Егор Вжлецов. Неделя в городе. В легендарном доме Пороховщикова на Арбате снова появились жильцы. Правда, нелегальные. Как выяснила на этой неделе наша программа, особняк облюбовали бомжи. Памятник федерального значения до сих пор числится в аренде у актера Александра Пороховщикова, умершего еще три года назад. И за это время здание пришло в серьезный упадок. Подробности у Евгении Стрыгиной. Гости сюда заходят без приглашения. Внутрь попадают через окна. Дверь опечатана. И оставляют после себя горы мусора. Старинный особняк недалеко от Арбата стал ночлежкой для бездомных. Хотя по-прежнему носит статус памятника архитектуры федерального значения. В конце 19 века среди домов из кирпича и камня, будто по волшебству, выросла сказочная деревянная избушка. С резными наличниками и ажурными карнизами, сложенная, без единого гвоздя. Когда-то в Большом зале стоял камин, полторы тонны малахита по эскизам врубеля. А рядом легендарный рояль, у которого собирался весь цвет московской интеллигенции. Сюда приходил один из самых замечательных наших певцов Федор Иванович Шаляпин. И здесь исполнял арию из оперы Борис Годунов. Подыгрывал ему не кто-нибудь, а сам знаменитый композитор Сергей Васильевич Рахманинов. После революции бревенчатый особняк, принадлежавший Александру Пороховщикову, прадеду известного актёра, не раз менял назначение. Передавался различным организациям. Здесь находились и женские курсы, и какие-то административные заседали товарищи. И потомки сюда вернулись только в 2000-х годах. По договору, который Александр Пороховщиков заключил с городом, здание отдали ему во временное пользование сроком на 49 лет. Первые 10 ушли на ремонт. Внутри накопилось множество нерешённых проблем. От текущей крыши до обвалившихся деревянных перекрытий. Разбором завалов Пороховщиков занимался лично. На помощь звал иногда студентов ГИТИСа, где тогда преподавал. Однажды мы придумали, а почему бы не привлечь ребят и не провести субботник, вывести здесь хлам, который в дворе и в доме содержится. В просторных залах особняка после реставрации должен был появиться культурный центр с отдельной комнатой для концертов, картинной галереей на мансарде и небольшим рестораном в подвале. Это должен быть не просто ресторан, куда можно приехать и что-то съесть. Нет, это такой как бы ресторан-тиратор. Гости должны были встречать в экипаже около метро Смоленска, везти его с какой-то экскурсией по Арбатским переулкам. Ну и попутно, конечно, поужинать немножко. В фамильный дом Пороховщиков восстанавливал за свой счёт. Вот недавно получил гонорар за две картины. Шторы заказал. 120 тысяч рублей нужно заплатить только за четыре окна в зале, рассказывал актёр. Деньги заканчивались, а планов с каждым днём становилось всё больше. А он говорил о том, что мне бы очень хотелось, чтобы в моём доме, он гордо называл, в моём доме родовом, обязательно было помещение памяти моего деда. Дед, который создал первый танк. Дед, который создал первую модель, я не помню какую, но самолёта. То есть легендарный Александр Александрович Пороховщиков. Дом-музей для посетителей так и не открылся. После смерти Александра Пороховщикова дело всей его жизни продолжать было некому. Причины в основном юридические. Организация была некоммерческая. Членство по наследству не переходит. Соответственно, организация прекратила своё существование сразу же после трагического ухода из жизни Ирины Пороховщиковой и Александра Шаловича Пороховщикова. Со дня смерти владельцев особняка прошло три года, но департамент имущества. Контракт с ними почему-то до сих пор не разорвал. И очевидного. Нашествие случайных бродяг и стихийной свалки под крышей дома как будто не замечает. Претензии появились относительно недавно. Потому что жители гуляют в городе Москвы, смотрят, что беспорядки. Сейчас департаментом инициирована работа по расторжению договорных отношений. Чтобы расторгнуть договор потребуется несколько месяцев. Ещё какое-то время уйдёт на поиск нового арендатора. А пока следить за состоянием дома и отвечать за разрушение некому. Евгения Острогина, Михаил Аверенков, Олег Иванов и Валентин Рудкевич. Неделя в городе. На этой неделе по следам целой серии материалов нашей программы о назревающей экологической катастрофе в Подмосковье возбудили уголовное дело. Следователи заинтересовались деятельностью незаконных предпринимателей в Солнечногорском районе. С июля прошлого года с месторождения в Волунёвском поселении вывезли 800 тысяч кубометров песка. А засыпали браконьерские котлованы бытовым и строительным мусором, получая таким образом сразу двойную прибыль. В общей сложности у подъезда к аэропорту Шереметьево работали больше 30 незаконных карьеров и свалок. На месте некогда зелёного района образовалась пустыня. Сумму ущерба оценили в 200 миллионов рублей. Москва по-новому избавляется от автохлама. Является ли ржавой колымагой кучей металлолома, теперь определяет специальная комиссия. Окончательное решение выносит суд. Сейчас в своей участии на спецстоянках ожидают около трёх тысяч автомобилей. По каким критериям машину списывают в утиль, разбиралась Шушан Миносян. Спущенное колесо, которое росло в землю, грязь, которая на машине. А ещё оторванный бампер и номера. Всё это признаки так называемого брошенного автотранспорта. Поиском таких развалюх в каждом районе Москвы теперь занимается специальная комиссия. В её составе сотрудники управы ГИБДД, административно-технической инспекции и участковые. Но чаще информация об автохламе поступает от самих жителей. Портит ландшафт. Хозяин был старичок лет на арк-80, уже давно умер. Лет на арк-5 эта машина стоит и мешает. Проколаться не можем из-за таких машин. Желательно, чтобы её убрали. Но прежде чем убрать на машине, оставляют обращение к владельцу с просьбой или привести автомобиль в порядок, или переставить туда, где он никому не будет мешать. Приведёт в порядок и имеет право стоять, так же, как и все остальные автомобили. Но не будет ездить на ней? Ради бога. Если у неё все номера в наличии, накачленные колёса, все детали корпуса на месте, то признаков брошенного нет. На то, чтобы принять меры, автовладельцу дают две недели. Параллельно его поиском занимается ГИБДД. Или, как в этом случае, когда собственника нет в живых, его наследников, им комиссия, отправляет письмо с тем же обращением. Если владелец не откликнулся, и если не принял никаких мер, то в течение трёх дней автомобиль подлежит эвакуации. По статистике, 90% автохлама всё-таки вывозят. Посчитать точное количество брошенных машин на улицах и во дворах столицы невозможно. Но в день, говорит водитель эвакуатора, в среднем бывает по пять выездов. Трудности какие. Когда нет колёс, приходится воспользоваться чалками. Под низ зацепляем её, задничь аккуратно грузим. Машины отвозят на бесплатные спецстоянки. Они есть в каждом округе. Всего сегодня на таких выставках покалеченных автомобилей около трёх тысяч экспонатов. Большинство машин на такие стоянки попадает после аварии. Здесь подобных автомобилей, разбитых, покорёженных и смятых, больше половины. И восстанавливать их владельцам, видимо, просто невыгодно и проще от них отказаться. Есть, например, и такой сгоревший экземпляр. Или даже такое, судя по одеялу, бутылки с под чаем и тапочком. Здесь можно предположить, кто-то обитал. Здесь автомобили стоят ещё три месяца. Всё это время поиск собственников продолжается. Бывают люди, которые просто мимо проезжают, увидят разокомплектованное транспортное средство и хотят снять какие-то запчасти с этого средства за определённую сумму денег. И, естественно, мы этого не даём им сделать, потому что это незаконно. Если за три месяца владелец так и не объявляется, Управа района подаёт иск в суд о признании машины бесхозной. Процессы, как показывает практика, длятся ещё три месяца. Суд, в свою очередь, тоже проводит работу по установлению этого владельца. То есть всеми доступными способами. Если, по мнению суда, то есть владельца установить всё равно не удаётся, то суд принимает решение о признании машины бесхозяйной. И тогда, наконец, автомобиль отправляют на утилизацию. Полностью разбирают. Оставляют голый кузов. Салон выбрасывают. Резину и металл отправляют на переработку. Суру бесплатно. Всё наложится, соответственно, на бюджет города. Но, когда идёт разборка детальная, и происходит сдача, сейчас с этим металл сдаётся, мы получаем возмещение в бюджет. Экономят и на отработанном масле. Его сливают в бачки и используют зимой для обогрева цехов, где обслуживается городской спецтранспорт. Шушан Носян, Александр Боткин, Владимир Зинуров и Валентин Рудкевич. Неделя в городе.